Всем привет! С вами снова канал InDubai. Давно не виделись, почти два года не выходили новое видео. Люди пишут, звонят, интересуются, почему не снимаете, где видео, что случилось с вами, что-то произошло. Нет, ничего не произошло, всё в порядке. Новое видео мы не снимали, потому что всё это время жили в России. И, соответственно, находясь в России, снимать новое видео про Дубай, это не совсем интересно. И сейчас вы смотрите самое-самое свежее видео, самое новое 2016 года. Да, мы находимся сейчас в Дубае и решили обрадовать вас новым видео. И теперь я отвечу на два самых волнующих вопроса. Почему мы уехали из Дубай и почему мы опять сюда приехали? Уехали мы по семейным обстоятельствам и потом получилось так, что у нас увеличилось очень много работы. Мы занимаемся легализацией документов. Компания Документ 24. Делаем легализацию документов не только для Арабских Эмиратов, для Китая, для Европы, для любой страны мира. Работы у нас очень много, и поэтому чисто физически нет возможности находиться в Дубае. То есть мы сейчас находимся в России, у нас два офиса в Москве и Уфе. И в связи с этим очень много работы, и поэтому приходится постоянно быть в России. А приехали мы сюда с одной простой целью отдохнуть, так сказать, в отпуск почти на три недели. Мы приехали вчетвером. Я, Аня и наши родители, ее мама, моя мама решили просто отдохнуть, почувствовать себя здесь в роли туристов. Да, друзья, когда мы жили здесь в прошлый раз, мы даже не смогли себя почувствовать туристами. То есть мы тут работали, занимались какие-то делами, а вот чисто по-настоящему отдохнуть по-туристически у нас не получилось. А теперь мы приехали сюда в качестве туристов, будем отдыхать, купаться на море, ходить по магазинам, по кафешкам, по интересным местам. Конечно же, обо всем снимем, расскажем вам, покажем, следите за каналом. В ближайшее время появится много новых видео. Нас не было в Дубае целых два с половиной года, и сейчас хочу рассказать вам, что здесь изменилось. Что бросилось в глаза за первый день пребывания в Дубае. Итак, начнем по порядку. Я себе тут сделал кое-какие замески в телефоне. Но первое, что бросилось в глаза, то есть мы прилетели в терминал один, и его значительно перестроили, очень изменился. Честно говоря, я даже, ну, я много раз летал через терминал, через первый терминал, и когда прилетели в этот раз, я его вообще не узнал. То есть там все по-другому, зона прилета по-другому. Там появился какой-то типа поезда какого-то, который, ну, как бы с самолета садишься сначала на поезд, типа электрички, потом он довозит до паспортного контроля, потом там зону паспортного контроля и багажа тоже значительно перестроили. Измель, короче, я очень удивился, запутался, как будто вообще прилетел в новый аэропорт. Но на самом деле это был терминал один, через который я, в принципе, много раз летал. Как и прежде, Дубай – это большая стройка, сплошная стройка. Опять же, везде где-то что-то строится, перестраивается, меняется. Везде рабочие краны, машины, песок. Ну, в этом плане ничего не поменялось. Дальше. Через бизнес-бэй на Шейхзайде построили мост. И теперь, ну, то есть раньше Шейхзайд – это была просто прямая трасса, и все. А теперь она как сделает там мост на бизнес-бэй, и через бизнес-бэй будет проходить канал. Ну, короче, это, по аэррэйту, может быть, отдельное видео снимем. Пока так вкратце я вам рассказал. В метро очень много станций переименовали, в основном на красной ветке. Увеличили женский вагон. Теперь женский вагон стал больше. Проезд в метро стал дороже на 50%. Трамвай запустили на Дубай-Марине. Точнее сказать, два трамвая запустили. Один трамвай запустили на Дубай-Марине. Он ходит как вид транспорт, то есть в него можно сесть и прокатиться от определенной остановки до другой. И еще есть второй трамвайчик, маленький, чисто туристический. Возле Бурж-Халифа его открыли. Там он буквально три остановки проезжает. Может быть, про него снимем отдельное видео. Но, короче, теперь в Дубайе два трамвая. Один на Дубай-Марине, другой на Бурж-Халифе. На Бурж-Халифе трамвай бесполезный. Чисто туристический прокатиться, посмотреть. То есть там нет цели куда-то доехать. А на Дубай-Марине, который трамвай, вот все люди, которые живут здесь, они его до сих пор проклинают. С тех пор, как началась стройка, как его начали делать, люди возмущались этим трамваем, зачем он здесь нужен. И дороги и так никуда не проехать, не припарковаться. И сейчас с этим трамваем ситуация легче не стала. Такси тоже стало чуть дороже. Раньше посадка была 3 Дирхам, теперь посадка 5 Дирхам. Плюс в часы пика посадка теперь стоит значительно дороже 12 Дирхам. То есть счетчик стартуется в 12 Дирхам. Естественно, стали дороже и отели. Наверное, вы уже все знаете про так называемый туристический Дирхам. Суть в том, что в зависимости от того, какой номер вы арендуете, снимаете, есть сбор правительства, то есть там 5, 10, 20 Дирхам, тоже зависит от номера. Плюс еще добавляются теперь муниципальные сборы. 10% муниципальный сбор, плюс 10% еще какой-то налог. И обратите внимание, когда вы бронируете номер, например, где-то на букинге, в цену эти сборы не включены, они указаны отдельной строкой. То есть если, например, номер стоит 5 тысяч Дирхам, то когда вы приедете, вам надо будет доплатить плюс еще 20% и плюс еще 10 или 20 Дирхам за каждую ночь. То есть имейте в виду, что в конечном итоге номер вам окажется дороже, чем на самом деле вы видите цену на букинге. И это не уловка какая-то букинга, а это особенности местного законодательства в Эмиратах, новые сборы правительства за отельные номера. Тем из вас, кто следит за новостями в мире гаджетов, за обновлениями всяких девайсов, телефонов, наверное, вы знаете историю про Samsung Galaxy Note 7, то, что были случаи, что он взрывается, что его отзывают, теперь вроде его вообще снимают с производства. В самолетах тоже при посадке в самолет предупреждают, что если у вас Samsung Note 7, что его надо отключать или сообщать проводнику, не заряжать на самолете. И здесь, прилетев в Дубай, я очень удивился, Galaxy Note 7 вовсю рекламируется, везде продается, поэтому, если вы уж прямо очень хотите этот телефон, и у вас нет возможности купить, можете его купить здесь, в Дубае, то есть он еще доступен. По пляжам тоже произошли изменения, пляжи стали лучше, более благоустроенные, вода стала чище, песок стал чище, где не было мусорных карзин, их теперь поставили, где не было спасателей, теперь эти спасатели есть, но зато некоторые услуги стали платными, например, где душ на JBR теперь стоит 5 дирхам, то есть вы пришли на пляж, туалет бесплатный, раздевалка бесплатная, но сполоснулся в душе после моря, стоит 5 дирхам. На остальных пляжах души вроде бесплатные, но я не уверен, мы побываем на всех пляжах, потом об этом снимем в отдельном видео. По машинам очень удивило меня, что значительно стало меньше, вот этих всяких спорткаров, Феррари, Ламборджини, если раньше, там, два года назад, они прямо один за другим вот так проезжали, и прямо постоянно прямо было слышно, как они гоняют, теперь их не слышно и не видно, я не знаю, с чем это связано, может быть, их машин этих стало меньше, а может быть, они просто тише стали ездить, медленнее стали ездить. Знакомые, кто у нас тут живут, они говорят, что значительно повысились штрафы за превышение скорости, за парковку значение штрафы повысились, может быть, это связано с тем, что просто они стали меньше гонять. Вот это основное, что бросилось в глаза сразу, как мы приехали, может быть, есть что-то еще, об этом мы узнаем, расскажем позже. Оставайтесь с нами, с каналом Индубай. Мы пробудем здесь еще 2,5 недели, поэтому успеем поснимать много видео и расскажем вам много интересного. Пока-пока, до новых встреч!